Это классическая история, а люди время стал Антиох-Эпифан. Продолжаем. Как вы понимаете, основная проблема в исповеди человеку заключается даже в двух вещах. Две основные проблемы. Во-первых, это учение, которое ставило в основном акцент на том, что мы должны исповедоваться перед Богом. И умоляла то, что я вначале сказала, реакционная теология. Какая-то такая неприязнь, так сказать, неприязнь к священнослужителям ортодоксальных христианских церквей. То, что на них слишком большое, на их значимости в служении был сделан, как мы считаем, гиперперекрен. Почему? Отталкиваясь от этого, мы умолили в служение человека, как принимающего исповедь, вообще убрали это. Это первая проблема. Говоря о крайностях, и вторая – это отсутствие доверия. Отсутствие доверия. Один брат в одной церкви все время делал, не забывал сделать такое замечание по поводу того, что он всегда делится совсем со своей женой. Его жена не была служителем, но она была его женой. Так как они одноплоти, прочие учения, высосанные из разных фрагментов из Писания, они, значит, сделали, дали ему как бы официальное право рассказывать ему абсолютно все, с чем к нему приходят люди. И это подорвало доверие. Мы просто перестали рассказывать, потому что и рассказывают о тебе. Это не значит, что я хочу, чтобы об этом знала твоя жена и потом все ее подружки. Вот. Такой момент он людей далеко не в доверительное отношение приводит, а наоборот воспитывает недоверие. Потом, какие еще вещи нарушают доверие, когда вы свою историю слышите с кафедры? Пусть, знаете, маленькая община. А вопрос такой, что если разрешает, например, вот у меня есть такие моменты, что люди разрешают. Спрашивают. Если разрешают, то да. Это мы сейчас будем вот несколько моментов этих обговаривать тоже. Обязательно нужно спросить, я могу ли я рассказать об этом другим? Или ты хочешь ли ты, чтобы об этом знали другие? Или можешь ли ты поделиться в группе об этом? Лучше, чтобы человек сам рассказал. Я иногда прошу, когда слышу какое-то вообще, как мне кажется, нереальное свидетельство, вот как человек получает свободу, я его спрашиваю. Ты мог бы этим поделиться с другими? Если человек дает добро, лучше пусть он это перескажет. Нужно получить от человека разрешение. И вот в каком неудобном месте, друзья, мы с вами находимся. Для того, чтобы выйти человеку в свое исцеление, для того, чтобы ему начать налаживать отношения в социуме, потому что мы с вами все время двигаемся в этом втором эпизоде поломки. Первая поломка — нарушенные отношения с Богом. Вторая поломка — это нарушенные отношения у человека с людьми. Мы, в общем-то, в основном гуляем вот по этой сфере. Мы не затрагиваем первую практически и вообще не трогаем третью. Мы во второй находимся. Служение людям — человек-человек. Отношения человек-человек. И вот в каком неудобном месте находимся. Чтобы получить исцеление, человеку нужно выйти во свет. Открыться. Как выйти во свет и открыться при недоверии и опасной обстановке, когда нет уровня безопасности? Получается, что мы сами создаем обстановку, в которой сами же и не можем потом открываться. И нам тогда легче играть в игру, что мы все с Богом, нам главное Бог, главное Бог же, что ты, а люди — это люди, а нетушки. Спасение совершается в социуме. И потому у нас есть слова в Евангелии, которые говорят, не надо рассказывать сказки по поводу твоей любви к Богу, если ты ненавидишь ближнего. Это просто. Не надо рассказывать о твоем доверии к Богу, если ты не доверяешь людям. Не рассказывай сказки сам себе о том, что ты там предан Богу, когда ты не способен быть преданным людям. очень легко развивать фантазии по поводу того, кого ты не видишь. А вот реальность, она таковая. Вот люди, и вот ты есть тот, кто есть в обществе. Это все на самом деле проверяется здесь все честно. И следующая тема, я так смотрю, что мы практически успеваем, слава Богу. Думала, не успеем. На сегодня это безопасность и арена исцеления. Безопасность и арена исцеления. Ишуа приходит в синагогу и цитирует слова пророка Ишиягу, 61 главы. Я прочитаю из Исаия с 1 по 4 стихи. «Дух Господа Бога на мне, меня помазал Господь благовествовать нищих и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето благоприятное и день мщения Бога нашего и утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, и восстановят древние развалины, и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов». Речь идет о восстановлении народа через восстановление личностей. «Спасение настоящего» говорит о процессе, в котором мы узнаем благую весть о том, что грех больше не властвует над нами. Это как информация, которую, когда ты не имеешь, ты можешь и не знать, что ты это получил. Ешуа говорит, что вот он пришел исполнить эту миссию, он пришел исцелять сокрушенных сердцем, он не только пришел проповедовать о свободе, он не только пришел сообщать благую новость, он пришел также исцелять сокрушенных сердцем. И опять же, мы знаем, что, но как? Как это происходит? Исцеление сокрушенных сердцем – это исцеление человеческой души. И вот эти люди, которые узнают правду про юбилейный год, узнают, что грех больше не властвует над ними, люди, которые получают исцеление души, восстановление личности, это люди, которые составляют народ, народ, которых славная одежда – это радость вместо уныния, это люди, которые могут жить в радости, это целый народ, который живет в радости. Почему? Потому что они свободны и исцелены. Это народ, который застроит вековые пустыни, это народ, который восстановит древние развалины. Вы знаете, это народ, который сильный на то, чтобы восстанавливать то, что веками было пустым. Когда речь идет о теле Христовом, об общине восстановленных, возрожденных людей, речь идет о народе, который может восстанавливать то, где уже давно все как смердит уже, как четыре дня, да? Как про Лезеря сказали, уже смердит, уже не надо туда ходить, там уже нечего восстанавливать. Это люди, у которых из-за их исцеления, из-за их знания правды появляется невероятная сила. Невероятная сила. И этого исцеления Ишуа хочет в своих. И оно без личностного исцеления в каждом человеке, ну никак. Если больной каждый человек, то больной весь народ. И ничего он не может, этот народ. Один из путей исцеления, это вот это ключевое слово, на которое я хочу сделать акцент, это самостоятельно выйти на свет. Условия такого исцеления – это самостоятельный выход во свет. Почему я делаю акцент на слово «самостоятельный выход на свет»? Потому что косветы у нас иногда толкают людей, вытаскивают их туда. То есть, давайте представим себе арену исцеления. Что такое арена? Арена в амфитеатре, представьте себе арену. Это ты сотни глаз или тысячи глаз смотрят на того, кто туда вышел. И все видят процесс, как драматический спектакль, какой угодно спектакль, который происходит на глазах у зрителей. Это арена, это выход во свет. Выйти из своей темницы, выйти из места, в котором ты прячешься со всеми своими тараканами и проблемами, выйти в этот свет, чтобы свет изгнал тьму. Выйти во свет. Вот что говорит Писание. Ученики сказали ему Рави, давно ли иудеи искали тебя побить камнями, а ты опять идешь туда? Да, это Иоанна 11 глава 8-10 стихи. Они тебя хотят убить, ты опять туда идешь? Ишу отвечает, не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира этого. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним, ходящий во тьме спотыкается. Он говорит, что я не буду прятаться, мне нечего прятать, я иду во свет. Дальше мы узнаем, что кто боится света? Тот, кто не хочет, чтобы были обнаружены дела их. Вот и все. Кто не может выйти публично на эту арену исцеления? Люди, которые боятся, чтобы были обнаружены их дела. Когда я читала предыдущие фрагменты об исповедании, люди шли к Иоанну Крестителю и исповедовали грехи. Это люди, которые публично выходили и признавали свои какие-то проблемы, которые бы, наверное, прятали от других, не хотели бы в них признаваться, всячески их маскировали. А тут, когда пошла вот эта волна, вот это желание каяться, очищаться, они говорили об этом. Присутствие Духа Святого иногда людей ставит в такое положение, когда им уже совершенно наплевать, кто и про что, про что про них будет думать. И мы благодарны в такое время, что Бог... Ну мы просто это делаем не потому, что мы на это решились, потому что атмосфера такая. Атмосфера позволяет. И вот эта атмосфера, она создается Богом. Но иногда атмосферу безопасности мы с вами можем создавать вот таким правильным подходом, духовным подходом к служению, исповеди. Создавать безопасность. Безопасность — это когда тебя не судят. Безопасность — это когда, узнав о тебе нечто некрасивое, не возьмут это на вооружение, чтобы прикрепить к тебе ярлык. Потому что каждый из зрителей, смотрящих на эту арену, он там уже либо был, он знает, что это за место, либо соберется и туда придет. Почему опасно исповедоваться? Потому что... Опасно. Потому что люди с нашей информацией о нас делают очень разные вещи. Да, иногда манипулируют, иногда напоминают. А помнишь, ты вот там говорил? Вот. И я возьму такую модель, возьму Нагорную проповедь. Можете себе записать что-то необходимое и качество для того, чтобы выйти на эту арену исцеления. Они описаны в Нагорной проповеди. Матфея 5 глава с 3 по 11 стихи. Какие качества необходимы для того, чтобы человек смог выйти на эту арену исцеления? Первое качество – это смирение. Давайте кто-нибудь... Давайте мы пойдем по тексту, если хотите. Можете вычитать. Пятая глава с 3 по 11. С чего начинается? Блаженный, нищий духом, потому что есть Царство Небесное. Блаженный, плачущий, потому что они утешатся. Блаженный, кроткие, потому что они наследуют землю. Блаженный, алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся. Блаженный, милостивые, ибо они будут помилованы. Блаженный, чистые сердцем, потому что они узрят Бога. Блаженный, миротворцы, потому что они будут наречены сыновьями Божьими. И блаженный, изгнанные за правду, потому что таковых есть Царство Небесное. нищие духом первое первое качество это нищета в духе вообще это смирение на самом деле это человек должен осознавать свою нищету кто-то сказал однажды что тот кто полон собой в том нет места для бога почему написано что нищие духом блаженный потому что в них очень места мог у них они говорят у меня нет ничего они понимают свою пустоту и вот это есть то блаженство когда человек смиряется это состояние смиренного сердца и он говорит я признаю свои внутренние проблемы или я понимаю что у меня есть недостатки я не буду говорить этом исцелен спасен аллилуйя халилуйя или как-то там прочее мы просто честным нужно быть вообще я признаю свои внутренние недостатки которые не могу исправить самостоятельно в этом место надо прийти это когда ты уже испытываешь нужду и ты понимаешь что то что ты нуждаешься в помощи пока ты не нуждаешься в помощи никакого смиренного состояния ожидания этой помощи тем более первого шага человек никогда не сделает так вот вот это блаженство нищеты оно тождественно этому смирению признать свою свое несовершенство и признать необходимость в помощи следующее качество и я просто думал это вывести на экран но я зачту вы никогда не измените то чего не хотите признавать вы знаете это стадии отрицания у людей когда они обвиняют все всех маму папу гены не знаю пастора что там отсутствие денег страну политические направления что угодно только не свою проблему иногда они даже могут сказать да я понимаю что это несовершение но все равно вот это все вокруг она гораздо больше чем моя проблема и так если вы никогда вы никогда не измените то чего не хотите признавать качество номер два блаженны плачущие потому что они утешатся качество номер два это эмоциональная честность эмоциональная честность она звучит примерно так я больше не буду отрицать игнорировать или подавлять свои эмоции или свою эмоциональную боль она у меня есть я не буду ее давить я не буду ее прятать она существует мне больно это называется эмоциональная честность или там есть какая-то проблема да ну в это всегда в основном боль душевная я выплачу все свои слезы я выстраду и свои стенания я выкричу свой крик и я выражу свою печаль мои эмоции это такой индикатор состояния моего сердца люди подавляют в себе эмоции потому что их стесняются но на самом деле эмоции которые человек давит внутри они являются показателем того чем наполнено сердце и от того когда вы это прячете 3 дрессируете свои эмоции выглядит не так как они бы могли если бы их не прессовать то получается что реальное состояние своей душе она ну вы даже вы его не видите эмоциональная честность очень нужно блаженный плачущие они блаженные сильные именно слез не роняющие и там притворяющиеся успешно правда это не просто что-то касающиеся знания правда она дело опыта то есть это жизнь человека на самом деле нельзя взять чувства и выкинуть их они являются частью жизни человека чувства и эмоции это наша с вами составляющие когда люди подавляют свои эмоции они на самом деле призывают свою жизнь таких врагов исцеления это сильное препятствие для исцеления очень-очень кто так если кто-то когда-нибудь был в этом месте в это понимаете вот если кто-то еще в этом месте не был то я вам рекомендую там оказаться и прекратить притворяться вот мы можем избрать создание видимости или позволить себе выражать чувства которые вместе с нами выходят на эту арену исцеления и действительно знаете где-то пореветь в присутствии или покричать или ну там эмоционально выразить что ты на самом деле переживаешь в присутствии других это либо очень смелым нужно быть либо действительно иметь атмосферу очень-очень безопасную где-то где-то возможно где-то поймут третье качество по нагорной проповеди если мы с вами идем блаженны кроткие потому что они наследуют землю вот эта крутость в нашем случае она выражается в доступности я готов принять помощь окружающих это так выглядит я готов принять помощь окружающих это крутость я больше не буду прятаться от ответственности я больше не буду защищаться от отзывов сказанных без злого умызла кротость это когда человек готов точек близко смирением но все-таки есть нечто отличающиеся кротость это готовность пройти какой-то путь например обучаться это относится кротость жизнь не зависит от вашего понимания если вы не открыты к обучению очень сложно что-либо изменить например как это связано с обучением например одной мамаши нужно было учиться выражать свое сочувствие ребенку вообще вот просто дрессировали и и повтори вот эти слова вот вот понимаете такое бывает но бывает мы мы все откуда кто-то откуда-то пришел из каких-то семей человек никогда не видел проявление нежности никогда в своей семье он не на своей жизни не испытал необходимости в этом он вырос без этого и он прекрасно понимает что без этого могут вырасти и все другие и но дети которые родились у этого человека они были совсем другие и эти дети очень сильно страдали от того что мама не выражает эмоциональных к никаких переживаний сопереживаний не говорит не обращается ведь а просто молчит вообще не общается с ними и извините за слово дрессировка это выглядело именно так давай потренируемся давай ты скажешь эти слова и она три она не могла их повторить и было сложно их повторить и она вот с души попечителем проходила эту тренировку и потом шла домой и повторяла это дома и когда начались первые сдвиги ответ ребенка на ее слова она поняла но она действительно увидела уже сама как это вообще работает потому что она не верила что это работает и этому нужно было научиться мой муж говорит мне иногда давай учиться давай скажи скажи саша я хочу что чтобы там 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 ты там там что-то сделал но я говорю ой так пить хочется в 11 часов ночи так кока-колы бы выпить но я просто говорю у моего мужа такой характер он он очень любит что-то делать для других вот ему нравится это не то что ему там на сейчас побежал ему нравится он говорит давай потренируемся скажи дорогой сходи за кока-колой в магазин я говорю суши уже начало двенадцатого он говорит давай потренируемся скажи дорогой сходи за кока-колой хорошо и сходи за кока-колой час дорогая идет и приносит он бы и так пошел и принес но вот он хочет чтобы вот у них вот он он выразил это желание где хочу чтобы ты мне это сказала а не ах ах то я просто так погоде выпить бы кока-колой вот просто так мысль прошла мимо на самом деле я вот так давай потренируемся скажи и мне оказалось это одну ду мне ну мне сложно было потому что я думаю ну как-то неудобно научен побежит а вообще что-то за наглость нельзя так пользоваться человеком у меня сразу такой знаете вот на набор буд таких блоков почему этого делать не нужно и вот это обучение когда мы учимся быть вопреки тому что мы есть но в том чем мы неправильно а